Поэтому в этих задачах мы уложим себе формат вопросов, например, с чем занимается моя компания. Мы проговорим вам какие-то ответы на частные вопросы, именно возникающие из контекста вашего отношения с клиентами. То есть, что хуже сейчас вспомнить, что я не могу объяснить, или, например, с какими-то возражениями я сталкиваюсь с ними. Задача сегодня простая. Опять же, проясните, что я продаю. Пытаться упростить это словесно, чтобы вам было проще доносить это. И определить стратегию. У нас сегодня присутствует, как говоря, начальник отдела по работе с партнерами, Ольга Геркави. Это человек с колоссальным опытом продвижения. И все организационные вопросы, в силу того, что все, кто со мной сообщались, знают, что растем мы быстрее, чем успеваем все прописывать. И не на все вопросы кого ответить. Вот этот человек вместе с Ярославом отвечают за развитие всех партнерских сетей. Поэтому плюс-минус там можно ответить, кто за кого отвечает. То есть все вопросы о реакционном характере не содержатся, но вполне уже можно бешать на них, спрашивать с них, задавать им вопросы какие-то. А все вопросы, касаемые уже сути продукта, нюансы, какие-то услуги, их уже переадресовывают на меня. Опять же через этих уважаемых людей. Итак, наверное, сейчас походу, собственно говоря, продукты. Компания финансовая защита, бренд Escalade. Те, кто оформляли заговоры, они превратили внимание на обменование. Рожденные от RUX BOOP S.E.K. На самом деле, был бред сумасшедшего. Ночью пришел что-то придумать. Придумал так. Нечто среднее от Escalade не хватает BOOP I.E. От латинского «выход из эскалации», «возвышение», то есть «выход». Ну, это, в общем-то, там все. Ну, это, в принципе, ESC, это, во-первых, основатели компании «Слава Кирилл». Ну, все. Поэтому названия смысла нет никакого. Сразу говорю, это бред сумасшедшего, новейный какой-то, и вот надо что-то такое сделать. И задача была просто оформить каким-то образом торговый проект, торговую марку, для того, чтобы было проще и с большей долей доверия доносить до каких-то людей. Ну, суть бизнеса, да. Чем занимается компания? Оптимизация задолженности, да, она занимается. Что только аккедитор? Это человек, который, либо организация, которая дала денег и требует их назад. Всем хорошо знакома ситуация, при которой, ну, то есть, кто-то кому-то дал займы, даже в процентах. Все понятно, да, вроде. Я тебе даю 50 рублей, возвращаешь ты мне там 55. То есть, 10% на тот период, который я тебе дал. Все понятно. Как только мы начинаем обращаться с структурами типа банк, микрофинансовая организация, это понимание четко разбивается уже о сложные кредиты, формулы, о порядке списания разбивается, то есть, о радости совершения процедуры непонятной, после которой человек теряется в том, сколько он должен, а если не теряется, он допускает просрочка, он вообще абсолютно теряет ориентацию в пространстве, сколько он должен отдавать, и надо ли эти деньги вообще отдавать, в каком объеме. Поэтому компания занимается организацией задолженности перед кредиторами, вплоть до специальной долга. То есть, основная задача в системе, это довести человека до состояния, в котором банк сам отказывается от долга. это происходит, решая три задачи. Задача номер один, это сделать все, чтобы банк подал в суд. То есть, провоцировать суд, пожалуйста. После того, как, после суда у нас здесь получается, так называемый, первый результат решения суда. Решение суда по взысканию с человека определенной суммы денег. Это решение суда обычно попадает в следующую стадию, это непосредственно по взысканию, это Федеральный струк судебных приставов. Для чего это попадает? Для того, чтобы запустилась процедура изъятия этого долга, уже с силами судебных приставов. Поэтому для того, чтобы дальше эту задачу успешно решить, необходимо брать из стадии, при которой отказ пристава от взыскания. Каким отопытом происходит? Если у человека нет официального дохода, нет имущества, которое возможно ограничить, берут изъять. Нет имущества по прописке, то, которое возможно к изъятию. Соответственно, у пристава есть по закону беспаломного производства определенный срок на закрытие беспаломного производства с тем, что сформировки, называется по акту, ну, у них здесь есть такой теж, закрытие производства по акту, с тем, чтобы отдать долг обратно взыскателю и отказаться от претензий. Далее, после того, как мы получаем второй результат, отдаем акт с отказом, да, задача решить, опять, третья задача, которую надо решить, это получить правку, либо уведомление из банка по продаже долга, либо отказе от претензий заемщика. Реализуете три задачи, мы получаем результат, либо отсутствие долга, да, по заемщикам перед банком, либо долг наличит, и до банка отказываются от претензий, то есть, придает его коллектору. То есть, компания тоже занимается национальной скупе долгов. Для этого банк заваливается минимум двумя, тремя претензиями, податричными, что там еще, просьбы, да, какие-то. Претензии, ходатайства, обращения, заявления. Любой повод, начинает авторжение договора, с фронуировку платить не могу, сделайте что-то, что-то зафиксируйте долг, зафиксируйте не долг, выстрелите всю сумму возврата, да, то есть, мы провоцируем упоминать суда. После того, как банк нам может отвечать, обычно отказан, да, либо не отвечать, что приравнивается тоже к отказу. Второй штатик – готовить исковое заявление. В исковом заявлении собирается все те поводы, по которым нам отказали. В среднем до судебку идет 2-3 месяца. В исковое заявление в среднем готовится 1 месяц, то есть там обычно бывает, что доносится какие-то ответы, чего-то нападающего, что добавляется сюда, и исковое заявление отправляется в суд. Ну, которое назначает судебное слушание. А в нем бывает 2 формата. Первое, когда на это слушание по нашему иску, то есть первый сценарий, по нашему иску банк подает встречный иск, прямо в это слушание, если он запевает. Мы стараемся сказать, что он успел, потому что давляем, отправляем код есть к банку, для того, чтобы банк, во-первых, как написал отзыв, кто этому поводу, во-вторых, если успеет, встречный иск, то есть состребование всей суммы к возврату. Если банк не успевает, это бывает иногда не злостно, а в силу того, что у банка есть своя полиция определенная, да, стратегия и загрузка юристов, если банк не успевает, банк запускает, так называемый параллельный суд по взысканию. Свой. Тогда мы просто на него приходим уже к тем самым требованиям, но уже как со своей встречкой. То есть либо первый сценарий, либо второй сценарий, но так или иначе оба этих сценария приводят в заветные наши цели. Первый этап – это судебное решение, по взысканию. И тут многие любят вопрос задать. А вы много ли бы дел выиграли? Да, пришли такой вопрос. Выбоку своих. Забавно то, чтобы мы не одного делу выиграли. В этом плане мы все дела проигрываем, потому что нам выигрыш, собственно говоря, и невозможно. То есть нет такого в первоначальном кодексе понятия, как взял кредит и не отдал. Ну, то есть нет такого. То есть невозможно оскорить, то есть должно быть какой-то предметный спор, и невозможно делать так, чтобы выиграть этот суд. К максимуму мы можем выиграть в каких-то части требований. Выменьшить сумму долга за счет комиссии, штрафов, процентов, проколок. Это понятно, да? Поэтому, по сути, мы делаем все, чтобы проиграть. Запусти процесс и его проиграть. Банки точно так же, начиная обзыванивать, особенно вот банк «Русс», «Стандарт», «Конкредит» такие, вот эти жесткие банки, начиная обзыванивать, а заемщики что делают? Да, вы проиграете суд, и так далее, и заемщики поцарки. А он сказал, что вы проиграете суд. Да, конечно, мы не оспариваем. Сумма долга не оспаривается. Все самое главное, что сумма уходит вот сюда. Судебное решение должно превратиться в исполнотный лист. То есть судебное решение само в себе его, ну, оно нафиг не сдалось без исполнотного листа для пристава. Исполнотный лист – это прямое указание судьи, что должно быть сделано проигравшей стороной. Там в начинании. А что должно быть сделано? Выплачена сумма долга. Требована сумма долга – долга – долга – долга. Окей. И судебное решение не получено. Переходим к включению задачи номер два. Напомню, задача номер два – это оптимизация суммы долга у судебных приставов. Что такое оптимизация? Лучшая оптимизация какая? Ноль. Страховки сняли. Ноль. Это идеальный результат. Ноль оптимизация. То есть это тоже оптимизация. Что такое ноль? Это платить готов, хочу, желаю, туда или не могу. Возвращаемся. Спонтный лист. А, забыл упомянуть. Маленькая реплаточка – это вот все по одному кредитному договору. То есть даже если хватит несколько кредитных договоров, два, три, четыре, пять, особенно здесь, опять же, тоже небезызвестный банковский стандарт, который будет картами закидывать своих клиентов, которые берут, потому что дают, да? Основная надземировка. На одном кредитном счете, даже если несколько кредитных продуктов, все равно будет пять кредитных дел, пять сезон. Это понятно, да? То есть вот на каждое дело, соответственно, свой и спонтанное действие. Спонтанное действие, назовем его один, а условно примере у нас их шесть. Попадаем, потеряли, федеральный служебных приставов на прописке, если это казалось, там Серова, Голубятникова, Аспиранта, Гвардейская, Рахитова и так далее. Понятно? Попадает конкретному сотруднику, первый, он возбуждает спонтанное производство. Документ спонтанное производство. Что это такое? Это означает, что запускается процедура взыскания по нашему дружнику. В какой-то момент документ попадает либо нам, либо вам, в основном вам по прописке высылает документ. Вы, собственно говоря, делаете вырезанное лицо, ничего себе, и бумажку отправляете к нам. Ну, то есть, все, астест пошел, старая задача реализуется. Мы, естественно, приходим. Сначала такие, потом такие, типа, все нормально, все хорошо, у нас еще дофиг шесть. Ну, это нормально. Имущица равно нет, мы пострахуемся заранее, напоминаем, что это процедура судебная, можете так, за полугода. Для этого времени надо, чтобы с имуществом такое сделать, чтобы, в принципе, не было повода с вотной семьей предпосматривать на чашку и рубить там ваши возможности, чтобы не остались только были за границу, ну, и обременение, может, какое-то там имущество. И все. Чтобы не было возможности зацепиться за вашим имуществом. И говорим, ничего нет, дохода нет, и, похоже, не будет, или пока не видно. Можно сказать, у нас еще таких шесть исполнительных листов пройдет. И мы будем добираться с водного исполнительного производства. Все нормально, ладно, то есть, познакомились, добровольное появление в течение двух месяцев у нас есть. Все исполнительные листы, если бы, все исполнительное производство, как я уже сказал, соединяются с водной исполнительного производства. По-русски одна единая сумма долга перед всеми заявочками, перед всеми границами, перед всеми границами. Это документ, да, формул? Даже если банки гранат. Да, конечно. Потому что, ну, просто каждый банк свой интерес и следует его найти вибриджи. Интересы засылают приставы на взыскание. И все. Я хочу, что я все скажу, что я лучше виден. После этого у нас наступает вилка событий. Событий номер раз, событий номер два. Вернее, два варианта событий. Первый. Например, у человека в силу его каких-то особенностей, желаний, мотивов есть постоянное место работы официальное, белое, которое он тебе не намерен. Он при этом с долгом согласен намерен его погашать. Еще раз говорю, у нас оптимизация. Очень часто бывает ситуация, при которой сила загнана такой стоять степень, что он 60 тысяч платье в месяц. А после оптимизации он, словом, готов платье по пять. Это же нормальная ситуация. Для многих пять вполне я могу протянуть. Самое главное, что это органтирую через теоретные. Тогда мы говорим о том, что здесь заканчивается наша работа на этом этапе, когда у нас есть единый долг, у нас есть договоренность с одним единым судебным приставом, из которого он что-то думает про вас, говорит, так, все, хорошо, работаем. Все, одни человека договорились, добровольное исполнение, единственное, что должно быть ежемесячная, дисциплинированная оплата. Да. Потому что, если начнете крутить хвостом, там начнутся розыскы имущества, розыскы вашей зарплаты и так далее. Добровольное погашение внесли, не важно, 2-3-5 тысяч, обычно мы договариваемся о 25% от реального дохода. Напоминаю, это наша договоренность, то есть приступ не обязан идти на свечу, но с силой того, что это выгоднее, чем запускать все эти процедуры, и не копейки вы получаете, мы договариваемся в среднем на это. 30 это максимум, который был договоренностью. потому что если он начинает с 6 типа, мы начинаем соответственно с своей стороны тоже все это процедуровать. Второй вариант, еще раз напоминаю, первый вариант, платят, вот здесь судеб, вот здесь судоб. Второй вариант, это не могу платить, но нет, не копейки, а тех, что есть, уходит на какие-то но содержания. Здоровье, родных, близких и так далее. Израильнику. А? Израильнику. А? Прям, да. Вот. Не настаивай, не рад. А это, да, ведь что-нибудь. С нашей стороны только 12, а они, то наши не хотят. Поэтому мы доверим. Доказываем отсутствие дохода. Второй вариант, это не ставится, не понравится на наших заветах. Это обязан убедиться в отсутствии имущества, то есть это, отсутствии источников дохода. В этом уровне производится розыск. Делается запрос в соц. страх, на съемку и так далее. По фамилии данного человека разыскивается потенциальная работа датель, осуществляющая эти отчисления. Понятно? Чтобы за этим числом уже понять, кто задерживает совершение, ему отправят письмо с удержанием дорожной планы. В этот же момент, то есть отсутствие дохода, да? В этот же момент делается запрос в любые банки, опять же, не все, а те, которые пристав в голове держат, есть такой официальный список, например, пербанк, компредит, еще кто-то. По картам. Карты и любые дилетовые счета. Что такое дилетовый счет? Накопительный. Накопительный, любой положительный счет. Если туда вот кладывать что-то, не важно что, но который сфиксирован на вашу фамилию, так вот, есть ли банк, вот это право есть пристав с 1 января до 2013 года обременять и арестовывать любые счета положительные на, в том числе, зарплатные, на записанный на человека и он является должником, по нему признают память в производство. И вот здесь есть дырка в законе очень жесткая, потому что бывает так, что у должника удерживают сначала с бухгалтерии деньги, а потом эти деньги приходят на карту, а с карты они снимают уже, от того, что они имеют право с карты снимать. Человек вообще с милем остается. То есть надо аккуратно, обязательно надо аккуратно, потому что иначе дырка достанется без денег. То есть, если у человека нет дохода, то, в принципе, есть первая галочка о том, что, собственно говоря, дохода нет. Этот этап занимает от месяца до полутора, потому что там сначала отправляется письмо, потом ответ приходит со всех ведомственных организаций. Вот, мы обычно рекомендуем как? Если вы реально нигде не работаете, встанетесь на первых труда. Центр занятости придите и встаньте туда, потому что вот этот этап сокращается до недели, потому что, когда показываешь правку, эта работа уже проделана на центре занятости, и они ей верят. То есть, все, справка есть, а денег и не платят. Нас галочки здесь есть. Вторая галочка, отсутствие имущества. Имущества, приближающего ареста, его не так много. Там есть вопрос с размерностью долга и с размером изимаемого имущества. Весь тот бред, который несет банк по телефону, что мы сейчас придем заберем у вас холодильник, еще какую-то херню, еще чего-то, еще чего-то. Это все не является правдой, потому что это способ давления банка с целью заставить меня человека принять решение неверное финансовое, за 20-го сколько-нибудь не разбираясь. Штрафы куда-то еще куда-то идут. Поэтому очень важно понимать, что если у пристава нет повода зацепиться за вашим, но пристав может обременить что машины, гаражи, вторая квартира, участки земельные. Если делается запрос в ней, я уже сказал, я тебе забыл, потому что прям хорошие статьи нашел, что не приближит изъятию. Так вот прямо и написано, что не приближит изъятию. Этим списком я отошли, соответственно, чтобы было понятно, что не приближит изъятию, что можно оставлять, собственно говоря, без опроса. Итак, пристав делает запросы куда? В рейк-палату, гип-д-д-д. Получает ответы, что на вас либо что-то зарегистрировано, либо ничего не зарегистрировано. Поступает третий этап. Такой практический мерз, но не очень. Связан он с тем, что если вы хотите, чтобы пристав вообще отстал, должно быть, должен быть зачлен выезд по прописке. Это обязанность пристава приехать, описать имущество, уехать. Задача эта, то есть надо доказать отсутствие имущества по прописке. Для того, чтобы это произошло, пристав должен быть направлен по маршруту до главного пристава. Он должен иметь определенный план развития, то есть так называемый маршрут и приказ к направлению. Если этого нет, это считается самовольно, самоправство. Самоправство от not encara достаточно нежестко, потому что приставы привыкли со всеми жалобами на бездействие и действие пристава, Поэтому обычно мы говорим так, приезжайте и давайте выполнять свои документы. Акт выезда, акт в описи, если что-то нашли, передаем им на ответственное хранение и так далее. Очень часто приставы будут забирать то, что забирать нельзя. Все, что является необходимым для проживания, либо для осуществления его предпринимательских деятельностей, маломальские компьютеры, например, либо какие-то станочки, швейная машинка, которые позволяют извлекать какие-то деньги заработок по дополнительной цене, невозможны к изъятию. Они любят тогда применять, тогда это тоже можно отменять. Так или иначе, результатом этих мер является постановление о закрытии исполнительного производства и возврате исполнительного производства в банк. Что является очень удобным в силу того, что приставу первую выполнил задачу, а во-вторых, он после того, как выполнил задачу, собородается, то есть от дела, ему нет висеков. Приступаем к третьей задаче. Банк в силу того, что является количеством субъекта, то есть предпринимательским, да, большой предпринимательный заявок. У него есть доходы, расходы, убытки, прибыль и так далее. Человек, который не платит, кто для банка? Он вытащил, да, не вытащил, да, не вытащил. Он был в одну раз, но... Он попробовал взыскать и не получил результата, да? Соответственно, этот жесткий выток, невыскиваемый, так называемый безнадежный долг. Есть специальный термин. Если вы ознакомитесь с 254-м положением цензур банка 2004-го года, там глава 8-я, это четкие критерии понятия безнадежного долга, разрешающего списывать долг коммерческому банку. Это очень важный момент, потому что сам долг никогда не девается. Почему многие люди думают, почему они вообще избавляются от долгов? Мы не управляем от долгов, но делаем так, что банк сам отказывается от претензий на долгу. Значит, важно понимать. Вот был банк, были вы. Было взаимоотношение. Банк, вы. У вас был договор, которому банк передал деньги, вы обязались возвращаться к современным условиям. После того, как банк списывает вас, а списывает он по договору «цессия». «Цессия» — это термин юридический уступка права требования. То есть, право требования в долг уступлено какому-то третьему лицу. При этом, соответственно, банк отказывается от претензий, списывает вас в балансе и обращает в Центробанк со страховкой. То, о чем я сейчас не рассказал, потому что все подряд не расскажешь, а вот здесь очень вовремя, что надо говорить, надо говорить, что взял. Центробанк в этом же положении был обязывает коммерческие банки формировать страховые резервы от невозврата кредитов. Что это означает? Ух ты, по-русски. Коммерческий банк, выдавая кредит, страхуется от невозврата. Проберет страховый резерв. Соответственно, есть миллион списывает долг. А что делает? Собирает страховое размещение. Вам не теряет ничего. В этом плане, да? Вы негативно изучите. Но при этом очень важно оформить это документально. Документы, естественно, банк не все располагают. Я люблю, не устану повторять, но люблю пример, рекордсменом в последние трех лет в восприцании долгов является Организанский банк Геннессанс Кредит ООО Организанских долгов. Например, до сих пор обращаются к клиентам в 2006-2005 договорные годы и банк продолжает истребоваться. Их банк списывает их, но при этом долбит. Очень ровтороненная ситуация. Поэтому, когда вам дает, дает ему дому, как обычно? Коллега. Совершенно верно. Вы дает картическую компанию, специализированный партнер, который занимается скупкой, так называемых долгов, с целью их выбивания из должников со своими монетами. Поскольку банк не проявится лицензированная организация, он не может сильно сихерить, потому что начинает его долбать по лицензии, по секторам разрешения, по проверкам и так далее. Обычный ООО зарегистрировал на 8000 рублей, набрал там трех бунтиганов и дает долбиться по должникам. Нарушил запомн, сотрудника уволил, фирму закрыл, ногу открыл, продолжали дальше работать. Понятно, да? Соответственно, коллекторы скупаются в определенных целях, практически за бесценок. Банк, на самом деле, важно не столько, насколько он продал дом, а страховку, да? То есть, ему сам главное оформить, он не давит на сброс баланса этого должника будет еще на вас. И вот, соответственно, задача основная банк вот здесь вот. Отсекся. Здесь у нас есть справка. Мы банк отсекаем справкой о том, что банк был продан. Так, на телефоне есть? Ну ладно. В принципе, если кто-то битвл в полнообразии показывал, как пишется? Акибанк? Нет, нет. Акибанк такая тема была, отдельная. Чистое списание было. А вот через сессию самую вторую тоже прикреплю, перешлешь там, раскидаешь. Остается кто коллектор. С коллектором у нас такая двухходовка. Коллектор начинает взыскивать. Напор обычно сильнее, слова жестче, терминологии какая-то такая граница с незаконной, но он начинает взыскивать. В первом шаге мы отправляем ему запрос уважаемые, а скажите, пожалуйста, на основании чего вы требуете. А то у нас такое ощущение, что вы великие помогатели, которые пользуются базой данных, вам какой-то идти покупили. Потому что, согласно право кодексу, вы должны доказать, прежде чем требовать, что вы имеете право требовать. Если вы это не докажете, тогда не помогайте. Делайте запрос со всеми бумагами очковые уведомления, извещения и так далее. Банк поступает в двух вариантах. Первое. Документы показывает, либо не показывает. То есть, он либо предоставляет доказательства, либо не предоставляет. Например, предоставили доказательства. два варианта различных событий. Бывают липовые документы показывают, это очень хорошо видно, потому что есть какой-то липовый договор сессии и очень свежая таблица с конкретным долгом, с печатью только корректора, по сути, без печати банка. Вот, вы купили. Это не соответствует каким-то критериям ответное, поэтому вам ничего не должны. Ничего не должны. Да? То есть, это задача тоже, мы понимаем, что это задача. Есть ли документы не показываются? Да? Что это автоматически означает? Мы об этом, собственно говоря, пишем. В связи с тем, что прошло полтора месяца, вы до сих пор чешется, не знаю что. Мы вам ничего не должны. То есть, все дальнейшие ваши инсимуляции по нашему душу будут считаться вымогательством. Все. Если они дуют документы, есть компания, которая полноценно покупает долги и предоставляет полный конкретный документ. ЭОС, Морган и Стал, там, кредит аэшн группы начали централизованно демонстрируют нормальную документацию. На этом мы пишем следующее. У нас есть судебная практика. по признанию этого договора недействительна. Почему? Есть разъяснение Верховного Суда Российской Федерации о том, что продажа долга от кредитной организации, не кредитной, то есть от организации владеющей кредитной лицензией, а организация не владеющей кредитной лицензией, является незаконной. соответственно, последствия незаконности это сделает какое? Преждание недействительного. То есть, коллектор идеально должен передать долг обратно в банк. А поскольку банк уже, напоминаю, долг списал, сдавал страховку, а процедура постановки на баланс обратно должника после договора не предусмотрена, а ты объясняешь, что возиться с этим клиентом, но за такие деньги смысла нет никакого. Результат достигнут. Все. Если там какие-то деятели продолжаются, они просто приадресовываются вам и на нас. В какой-то момент они просто потухают и ничего не происходит. Все. Это трехшаговая схема, которая позволяет добиться того или иного результата зависит от тех задач клиентов, которые стоят перед вами. Продолжение следует следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...